Они на страже закона и порядка днём и ночью в любую погоду. Подразделения войск Росгвардии выстроились на площади героев в Липецке. ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана, внутренние войска МВД. Первый раз все они 27 марта отмечают общий профессиональный праздник – День войск Национальной гвардии России. В первую годовщину Росгвардии ее бойцы возложили цветы к вечному огню и прошли торжественным маршем. В Липецкой области войска Росгвардии охраняют покой граждан и ведут борьбу с преступностью с октября прошлого года. А за полгода они провели 90 успешных спецопераций и задержали более 20 человек, которые находились в федеральном розыске. Так, к примеру, совместно с ФСБ росгвардейцы обезвредили преступную группу, которая пыталась сбыть целый арсенал оружия, а также партию наркотиков в одном из районов области. Подразделения у ФСБ, у МВД. Если есть заявки, то, соответственно, наше подрождение будет зависеть на всех этих мероприятиях. То есть есть определенные результаты, в том числе положительные. Есть задержания хорошие, есть разработки и так далее. В Липецке находится штаб 109-й отдельной бригады Росгвардии. Она обеспечивает покой граждан в четырех областях – Тамбовской, Воронежской, Курской и Липецкой. Расслабляться бойцам здесь некогда. После ежедневных строевой и физических подготовок они отрабатывают действия при массовых беспорядках, работу патрульных в городе, стрельбу, ликвидацию опасных преступников и многое другое. Задачи, которые выполняются войсками Национальной гвардии в Липецкой области, являются охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, борьба с экстремизмом, терроризмом. И они в полном объеме выполняются в Липецкой области. У росгвардейцев пока нет собственных шевронов и формы, поэтому парадная форма у каждого подразделения своя. Но знаки различия не главное. Гораздо важнее, что новая служба состоялась, и ее бойцы каждый день охраняют покой россиян. Это та элита российского общества, которую теперь, в соответствии с указом президента, называют «вардином России». На вас лежит, получается, главенствующая роль и миссия защитить государство российского, каждого человека, гражданского общества. Я вас поздравляю с праздником профессионального. Вам крепкого здоровья, счастья вам получи, чтобы отрабатывать свою ксерстую, как можно больше, на поле уроков. Более 30 росгвардейцев, отличившихся на службе, удостоились министерских наград и знаков отличия, а также благодарственных писем и почетных грамот из рук главы региона Олега Королева и председателя облсовета Павла Путилина. Двое сотрудников получили очередные звания. Дмитрий Курмаков, Илья Горский, Липецкое время.